Я благодарна Господу, что я могу быть сегодня в Божьем доме. Вы знаете, что в ту пятницу у меня ночью очень плохо стало сердцем, но я благодарна Господу, что Бог еще продлевает мне жизнь на этой земле, что я могу сегодня радоваться и благодарить. Вы знаете, что мое сердце как-то особенно сегодня радуется, потому что когда не бываешь в Божьем доме, когда ощущаешь, когда приходишь, такая радость, потому что я знаю, что здесь Божий народ, здесь Господь. Я благодарна Господу за Его все милости, которые делают в моей жизни. Уже 17 лет было на праздник Жатвы, я с Господом, и я вижу руку милости каждый день, каждую минуту. Я вижу милость Его во всем. Вы знаете, что некоторые говорят, что Бог не помогает, но я, вы знаете, что вижу каждую минутку. Не только, что Бог делает, но Он отвечает даже на мысли, о которых даже я. Я только подумаю о мыслях, и Господь уже отвечает. И благодарю Его за все милости, за любовь Его, за милость, за дом мой. Вы знаете, что у меня проблема с мужем была вот такая, я хочу засвидетельствовать. Когда мы поженились с мужем, он меня не курил. Ну, прошло несколько лет так, и я ему говорю, что ты за мужчина, что ты не куришь. И он стал курить. Ну, и курил, и курил, как я была неверующая. Все нормально, все было. Годы проходят, уже теперь, вот как я, уже, как говорится, уже мне за 60. И у меня проблема с сердцем уже, вот, около трех лет. Вы знаете, что мне этот дым, очень мне плохо от него, мне очень плохо. И я все время просила, бросай курить, ты видишь, что у меня плохо. Я не могу, это у меня дым переносить все. Он говорит, ты меня приучила. Я понимаю, конечно, как я была неверующая. Это да, сказала. Ну, потом я отрекалась, я плакала, я молилась. Я просила у Господа, я брала посты. Район молился не раз за него. И вы знаете, что. И я просила, чтобы, Господи, ну, сделай что-нибудь. Он сказал, как я могу освободиться от курения, раз я уже 43 года курю. Я говорю, для Бога нет ничего невозможного. Он говорит, ну, что ты мне говоришь такое? Я говорю, конечно. И как-то мы смотрели диск, там одна сестра, вот, забылась, молодечно, это как директор она, вот, тоже курила. Я говорю, вот, ему этот, включила дикт, смотри, Бог освободил. Для Бога нет ничего невозможного. Только если ты будешь искренне просить у Бога, Бог поможет. Но надо приложить и свои усилия. Ну, он как-то особо так не верил. И как-то было слово в церкви, что я войду в дома, буду делать работу. И говорю, слушай, Господь делает работу со мной, а я живу с тобой. Значит, будет Господь что-то делать и с тобой. И вот прошло немножко время, моему что-то мужу стало плохо. Пошли ему анализы сдали, у него все нормально, с анализами все. А ему что-то отстал желудок болеть. И мы пошли на зонт, проверили, и врач дала направление к терапевту. Мы пришли к терапевту, и терапевт посмотрел и сказал, надо сразу ложиться в больницу, потому что язва двенадцатиперстная и язва желудка. Ну, и вот его положили в больницу. Я ему говорю, бросай курить, потому что это надо обязательно тебе, для того, чтобы, для твоего здоровья же. А он, я не могу, я не смогу, и все. Я говорю, ты молись, проси у Бога, и прилагай усилия. Если ты будешь прилагать усилия, Господь поможет. Вот прошло несколько дней, дней, наверное, три-четыре, и вот он меня потом рассказывает. Я выходил на улицу, и ходил около там больницы, и я просил у Бога. И один день я стал плакать и сказал, Господи, ну, если ты меня освободишь, не освободишь теперь, я приду домой и буду опять курить, а ты знаешь, что у меня сердце проблема, у меня ритм срывается. И он говорит, стал я плакать. Я заплакал, говорит, и просить стал у Бога. И потом, что он еще молился, как он молился, я не знаю, мне не говорил. Но благодарение Господу, что, как он мне рассказывал, я пришел в палату, достал сигареты, пачку, и отдаю человеку там, говорит, на сигареты. А он говорит, а вам, вот я больше курить не буду. Я благодарна Господу за его любовь и милость, что он уже пять месяцев не курит. И поехала, он в деревне, там у меня с мамой своей. И вот поехала я в деревню туда, все, и как был праздник, вот я забыла, какой праздник. Моя свекровь, она православная, и она сказала мне, скажи ему, пусть он пойдет в церковь. А я ему говорю, вы знаете что, так его исцелил Бог живой. Она говорит, но ты же говоришь, что Бог один. Я говорю, да, Бог один. Но это его желание надо. Если желание у него есть, пусть он идет. Я не могу ничего сделать, чтобы он не шел. Ну, поговорили с ним. Потом прошло немножко времени, это было, это еще была суббота. Я с ним начала говорить, говорю, мама сказала, чтобы ты пошел в церковь. Я уже с ней, говорит, говорил. Я ей сказала, а чего я пойду в церковь? Я пойду в молитвенный дом. Потом, говорит, верующие северного района за меня молились, и Бог меня исцелил. Я думаю, слава тебе, Господи, за это, что действительно познал вот это. И благодарю Господа, конечно, что Бог дал победу в этом. Я ему когда-то говорила, уже тебе надо идти к Богу. Он сказал, я еще курю. Я благодарна Господу, что мой муж уже больше, чем 20 лет не пьет, и уже перестал курить. Я верю, я знаю, что он придет к Господу. Благодарна Господу. И хочу еще рассказать маленькие такие свидетельства. Вы знаете, что у меня как-то весной порвалась туфля. И получилось так, к концу месяца. Ну, как пенсионеров, так что-то рассчитываем уже на другой месяц. И получилось так. Ну, я могла допустить на туфли, допустим, 15 рублей. Ну, я стала молиться, стала на колени, говорю, Господи, я хочу туфли, чтобы ты мне помог купить за 15 рублей. Я так помолилась, все, и пошла на базар. Ну, обошла так, обошла, я не смотрела. В начале всегда весны как-то дороговато, они потом уже как-то дешевле. Я не спрашивала цены, все. Как-то зашла в один ралет, смотрю, там написано акция 15 рублей. А я ей спрашиваю, а почему у вас акция? Вот у нас по одной паре осталось, поэтому мы хотим их продать. Ну, я посмотрела там туфельки одни, мне понравились. Я думаю, вот это хорошо мне. Ну, я взяла, начала мерить. Померила один, а он большеватый. Ну, я сама себе думаю, ладно, за 15 рублей можно взять, стелечку положу, и нормально будет. Потом говорю, дайте второй померить. Второе дело, померила, а он, надо туда две стелечки ложить. Я говорю, вот, да, не подходит. Жалко, говорю, но, и понравились, но не подходит. Она так посмотрела на меня, постояла минуту, посмотрела и говорит, пойдемте со мной. Ну, и повела меня, повела в другой ралет. Завела, и продавщица спрашивает там, где у тебя 36 размер? Она вот наверху, она достает три пары и говорит ей, пусть эта женщина выберет, какие туфли не понравятся. Если ей подойдут, продай ей за 15 рублей. Развернулась и уходит. И я знаю, что это сделал Господь, потому что я просила у него. Потому что Бог живой, Он всегда отвечает. И на мысли, понимаете, я вот вижу, вижу Его милость каждую минуту. Я благодарна Господу. Я так хотела сегодня быть в служении, я еще так слабовато как-то чувствую. Но я так просила, Господи, я хочу Тебя прославить. Господи, дай мне силы. Я благодарна Господу, что я могу быть, стоять и благодарить Господа. И еще расскажу маленькие такие свидетельства про грибы. Вот начались уже грибы. Грибы, честно сказать, я со своей жизни один раз только собирала. Я их толком и не знаю. Я боюсь, как варить их, не знаю. Но кушать я люблю. Если мне кто дает, я кушаю. И вы знаете, что мой муж когда-то привез опять с деревни. Я помню, нажарила с луком, так мы вкусно покушали. И вот все говорят, ой, столько грибов, везут грибы и все. А мне так мыслях, такое вкусно, помню, скушала, так грибы и все. Ну и пошла я на молитву, прихожу на молитву. Я не просила у Бога ничего. Пришла на молитву, и одна сестра после молитвы подходит, говорит, я ей так подумала, что ты придешь на молитву. Я тебе принесла опять. Я их отварила, все готово, только бери, можешь кушать. Я, конечно, посмотрела на нее, но я знаю, что это только Господь. Думаю, Господи, какой ты чудный Бог. И Бог просто даже, я не просила, но Он дал. Он даже дает, что мы не просим, даже сверх сил дает. И то же самое, вот тоже эти грибы, я говорю, где-то с грибами у меня такое. Вот в этом году. Тоже вышла на улицу я, и вижу верующая сестра садится в машину. Ну, я ей помахала рукой. Но я так поняла, что она едет в грибы. Ну, я так говорю, Господи, благослови ее, и сделай так, чтобы она не забыла и меня. Ну, она и поехала. Сестра, все, все. Потом я в 6 часов вечера встала на колени молиться, и вдруг звонок. Она звонит и говорит, приди ко мне, я тебе дам грибов. Я пришла, она мне дала 5 баровичков и пол-литровую банку отварных уже грибов. Думаю, Господи, какой ты чудный. И то же самое еще одно такое про грибы тоже. Вы знаете, что одной там соседке говорю, пойдем посмотрим, что-то нас там строят. Просто по воздуху, думаю, пройти. Что-то около костела. Подошли мы туда, она говорит, ой, глянь, так это же грибы, да, они съедобные. Я говорю, как они называются, вот я не знаю. Ну, мы начали собирать, у меня там как платок был такой, я немножко собрали все. А она говорит, посмотри, тут, и тут, и тут, столько их много, молоденьких таких. Ну, и шла как-то женщина, говорю, может, у вас пакетик есть. Она нам дала пакетик. И мы стали собирать. Ей, может, килограмма 3 добрых насобирали, все-таки довольные. Я говорю, как эти грибы называются? Она забыла, но съедобные. Думаю, кто их знает, что... А потом начали перечислять, и что я знаю там, какие грибы. Ну, оказывается, что это копыты, это копытики, эти копыты, это все. Ну, я взяла, ну, и зашла к нашим верующим, говорю, слушайте, я пришла, говорю, посмотрите, что это грибы, эти их можно кушать. Ну, посмотрели, они говорят, мы их не знаем, но если они сладкие, то можно. Ну, сестра что-то попробовала, говорит, сладкие, можно есть, я говорю, а не умру я от них? Она говорит, ну, сладкие нормально, значит. Ну, я взяла эти грибы, принесла домой, села, начала чистить, чистить грибы, и говорю, господи, люди барвики едят. Вот просто себе сижу, и так я говорю, вот вам хочу сказать, как говорила, господи, люди барвики едят, а я какие-то копыта, и не знаю, что они съедобные, я начала чистить их, почистила все, все. Ну, и так вот, и сама себе так сижу, и говорю, ну, может быть, верующие дают, вдовам приносят, а слава Богу, что у меня муж есть, хотя грибов нету, и вот, понимаете, сама сижу, и так рассуждаю все. И вот звонит брат верующий ко мне, позвонил все, ты будешь дома, дома, приносит мне пять барвиков и миску грибов отварных. Как не благодарить господа? Я, знаете, стала, он ушел, я стала на колени, так благодарила господа, что он действительно Бог живой, Бог на каждом месте. Слава ему и благодарение за все милости. Бог моя опора, Бог моя защита, Бог моя надежда, жизнь тебе сокрыта. Я омыта твоей голговской кровью, ты согрел меня своей любовью, даровал спасение мне, благодарная себя. Слава Господу. Слава Господу.